Добрый вечер в студии Тимур Бекморзин. Время реальной экономики. Известный римский философ, поэт и государственный деятель Сенека был мастером на мудрые изречения. Именно ему приписывают следующее высказывание. Когда человек не знает, какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным. Как все-таки верно и мудро подмечено, более того, я вам скажу, работает это и в жизни, и в спорте, и в экономике, и в бизнесе. Только один, по-моему, очень актуальный на данный момент пример. Во время Чемпионата мира по футболу в России мы уже наблюдали целую череду неожиданных результатов. Странных поражений команд-фаворитов и ярких внезапных побед от сборных, на которые до соревнований почти никто не ставил. Как-то с трудом верится, что все дело в удаче, везении или недооценке соперника. И уж тем более маловероятно, что опытные, мастеровитые команды просто слабо подготовились к чемпионату. Тогда в чем дело? На мой взгляд, ключевым фактором успеха стал план на игру, которую футболисты, пусть даже менее именитые, смогли реализовать вместе с тренером четко и досконально. В таком случае и госпожа удача играет за такие команды. В экономике, в бизнесе все то же самое. Есть продуманный, выверенный, поэтапный план действий, как это сейчас модно говорить, дорожная карта. Значит, есть будущее у предприятия, территории, региона и страны в целом. Мы видим, как такая дорожная карта формируется в России. Есть этот план действий и в Татарстане. Называется он «Стратегия 2030». В этом документе республика четко определилась с целями и задачами на ближайшую и среднесрочную перспективу. Сегодня мы ясно понимаем, что главными точками роста экономики в Татарстане остаются нефтехимия и нефтепереработка. Это отрасли со своими сформированными планами развития и предприятиями-лидерами, которые позволяют нам реализовать амбициозные задачи, указанные в стратегии. Этот план уже выполняется, и мы можем наблюдать его пока промежуточные результаты. Во многом благодаря развитию нефтехимической продукции растет доля несырьевого экспорта нашей республики. В частности, только за последние пять лет доля несырьевых товаров в экспорте республики выросла с 52 до 54%. Татарстан сохраняет положительные темпы роста экономики. Так, объем валового регионального продукта в 2017 году составил 2 триллиона 115 миллиардов рублей. Объем отгруженной промышленной продукции 2 триллиона 254 миллиарда рублей. Инвестиции в основной капитал 637 миллиардов рублей. Татарстан занимает четвертую позицию среди российских регионов по объему мобилизованных собственных доходов. Благодаря успехам в экономике республика реализует масштабные социальные программы, направленные на повышение качества жизни. На сегодняшний день таких программ уже 38. Успех республики – это успех всех ее жителей. Наш с вами успех. И мы хорошо понимаем, что в основе его результаты работы того самого реального сектора экономики, конкретных предприятий и их коллективов, которые трудятся, созидают, создают новые продукты и добавочную стоимость. Мы это все понимаем в теории, но не всегда представляем на практике, как это работает. Расскажем и покажем в нашей программе. Смотрите в этом выпуске. Вся продукция выпускаемая и все процессы конвертизированы и сертифицированы. Таиф НК. Как проходило становление стратегической для Татарстана отрасли и какие сегодня задачи решает коллектив предприятия? Где и как производят бензин стандарта Евро-5? Принимают хорошо, смотрят хорошо. То есть акцентируют, понимая, именно на здоровье. Медицинские осмотры. Для чего они нужны и как должны быть правильно организованы? Расскажем. 1 сентября будет сдаваться в эксплуатацию новая школа. Социальная политика Таиф НК. Жилищные программы, которые реально работают. Круглый год у нас здесь всегда очень весело, очень активно, очень много проходит интересного. Больше всего мы специализируемся, конечно, на новых информационных технологиях. Санаторий и отдых детей. Как Таиф НК заботится о своих сотрудниках и их семьях? Обо всем по порядку. Если уж продолжить аналогию с футболом и со спортом, то для меня совершенно очевидно. Игровой рисунок команде определяет тренер. И в случае с Татарстаном у нас полное взаимопонимание с нашим рулевым президентом республики Рустамом Минихановым. Команда Татарстана четко понимает, что нужно делать на поле, какие стратегические цели и задачи ей нужно решать. Но в любом спорте и в футболе особенно, впрочем, как и в реальной экономике, успех определяют конкретные игроки. И в нашем случае это регионы и предприятия-лидеры. Они всегда задают тон в игре, двигают команду вперед, выполняют огромный объем работы. Для команды Татарстана одним из таких лидеров является, конечно, Нижнекамск. Это игрок, если мы продолжаем сравнение с футболом, с отличными тактико-техническими показателями, уже показавший себя в деле. Еще несколько цифр для понимания ситуации. Сегодня именно здесь, в городе Накаме, сосредоточены ведущие предприятия нефтехимического и нефтеперерабатывающего сектора Татарстана. В экономике республики отрасль является локомотивом. На нее приходится 11% от общего объема химической продукции России. Более 1 трети выпуска всей промышленной продукции приходится на химический сектор. Нефтепеработка – это отрасль с огромным потенциалом роста. И в Нижнекамске мы это также наблюдаем воочию, особенно в последние несколько лет. Компанию Тайфенка сегодня по праву можно назвать одним из предприятий-лидеров в этой сфере и не только в масштабах республики, но и всей России. Тайфенка сегодня – это развитый, мощный комплекс нефтеперерабатывающих предприятий, в состав которого входит сразу несколько заводов. НПЗ – завод бензинов, установка по переработке газового конденсата, установка по производству битума. К запуску готовится масштабный проект – комплекс глубокой переработки тяжелых остатков с глубиной переработки на уровне 98,6%. Завод бензинов – уникальный в своем роде комплекс производств. Если упрощенно, он состоит из двух отдельных направлений. Основой для первого является установка каталитического крекинга, и здесь налажен выпуск так называемого базового бензина, а еще и производство МТБЭ и ТАМЭ – высокооктановых компонентов для товарного бензина. В год установка перерабатывает 1 миллион тонн сырья. Второе производство – установка по переработке газового конденсата – выпускает бензин газовый стабильный, или по-другому – примагонный бензин, который служит сырьем для производства соседнего Нижнекамскнефтехима. Керосин, дизельная фракция, сырье для производства дизельного топлива стандарта Евро-5, выпуск которого ТАИФНК освоил еще в 2012 году. В ноябре 2015 года на заводе бензинов ТАИФНК было запущено производство бензина экологического стандарта Евро-5. Сам по себе проект очень уникальный, я думаю, что неповторимый ежегодно. Проводится модернизация завода, то есть идет обновление. Так, в 2012 году на установку каталитического крекинга была заменена система пылеулавливания, так называемые циклоны первой и второй ступени, которые позволили снизить унос катализатора до 99,9%. То есть практически не существует сейчас унос катализатора в атмосфере. Без таких мероприятий тоже прибыли не может быть. Иначе сейчас тоже много проверяющих органов, которые всегда нам выпишут предписания, да такие предписания, что могут остановить производство. Без этого никак. В настоящее время ТАИФНК полностью перешел на производство и реализацию бензина высокого экологического класса, в котором содержание серы по сравнению с бензином Евро-4 снижено в пять раз. За качеством и сырья, и готовой продукции здесь следят особенно тщательно. За год воспитательная лаборатория завода бензинов проверяет более 40 тысяч проб нефтепродуктов. Требования в работе нашей лаборатории достаточно жесткие, потому что мы являемся аккредитованной лабораторией. Первая задача и руководства компании, и непосредственно завода бензинов – это выпуск качественной продукции, которая удовлетворяет требования и покупателей, и потребителей. Вся продукция выпускаемая, и все процессы, которые мы здесь располагаем, которые ведем, они все у нас стандартизированы и сертифицированы. И вся продукция, соответственно, тоже соответствует всем требованиям, правилам, нормам, гостам. Товарный бензин у нас высокого качества. Это мы можем гарантировать, потому что каждый день мы сами выполняем эти измерения и видим, что качество бензина соответствует всем нормативным документам. Мы все ездим на этом бензине, движок скрывается, движок чистый вообще. То есть, получается, ни нагара, ничего абсолютно не образуется. При этом зимой заводится легко. Лаборатория – это один из мозговых центров завода бензинов. Если продолжить это образное сравнение, у предприятия есть также свои глаза, руки, скелет, сердце и многое другое. У каждого цеха подразделения завода свое предназначение, своя роль. Но абсолютно все они связаны между собой в единый, четко отлаженный механизм. Здесь работают только мужественные, достойные, которые действительно болеют нефтехимией, нефтепереработкой. Они попадают к нам и работают с нами на все 100%. Но основа всего на заводе бензина, впрочем, как и на всех других предприятиях компании ТАИФНК, безусловно, люди. Сплоченный, целеустремленный, знающий свое дело коллектив профессионалов. Много молодых рабочих специалистов, даже низшей категории рабочие, слесаря сменные, у нас имеют высшее образование. Можно сказать, коллектив высокой культуры и профессионализма. Нацеленность на результат, высокая самоотдача и профессионализм – то, что всегда отличает работников компании ТАИФНК. Ведь только с таким настроем и отношением к делу можно решать действительно амбициозные задачи, а иных у ТАИФНК быть не может. Мы уже не раз в нашей программе подчеркивали – технологии, новейшее оборудование – это все хорошо. Но давайте не забывать, что всем процессом заправляет все равно человек. Если хотите, аналогию с футболом и спортом, техника, навыки игрока всегда важны. Но общий результат всегда зависит от настроя футболиста, его самочувствия, готовности к конкретной игре. Не зря в футболе и в спорте в целом важнейшее значение имеют так называемые медицинские осмотры. А сейчас я вас удивлю. И в деятельности успешного предприятия, такого как ТАИФНК, медосмотры сотрудников имеют такое же существенное значение. А как они проходят, расскажем прямо сейчас. ТАИФНК Чтобы сохранять ведущие позиции на рынке, компании ТАИФНК нужно быть лидером по всем направлениям. Кадры, инвестиции в человеческий капитал – пожалуй, один из ключевых факторов успеха для ТАИФНК. Ведь для решения амбициозных задач в производственной сфере предприятию необходим здоровый, целеустремленный коллектив. И в ТАИФНК это отлично понимают. Поэтому вся деятельность компании в социальной сфере в первую очередь направлена на заботу о здоровье и благополучии персонала. Ежегодно все сотрудники ТАИФНК проходят обязательное обследование в медучреждениях. В этом году у нас подлежит обязательное прохождение медосмотров 3728 человек. А в рамках медосмотра сотрудники осматриваются узкими специалистами, такими как лор, окулисты, невролог, невропатолог, психиатр, дерматолог, терапевт и профпатолог. Обязательно на анализ дается кровь. Медработники снимают электрокардиограмму, проверяют объем легких. Каждому сотруднику ТАИФНК выдает страховой полис добровольного медицинского страхования с определенной суммой для получения медицинской помощи, с которым работник может обратиться в лечебное учреждение города для оказания дополнительных медицинских услуг. Нам все нравится, как работникам ТАИФ могу сказать, то, что врачи специализированы, специалисты, то есть обрядно, чисто, хорошо, принимают хорошо, смотрят хорошо, то есть акцентируют внимание именно на здоровье, а не так, чтобы просто отписки. В этом году руководством акционерного общества принято решение об более углубленном прохождении медосмотра, то есть в рамках медосмотра будет проходить скрининг и обследование работников на явления онкологических заболеваний и факторов риска их развития. С целью профилактики респираторных и легочных заболеваний на производственной базе оборудована спелеокамера. Каждый сотрудник может принять здесь процедуру в любое свободное от работы время. Процедура составляет порядка 45 минут, где-то в течение 10 процедур. Можем похвастаться, данная соляная комната имеется не у всех предприятий. Соответственно, такие соляные комнаты обычно располагаются в санаториях, в профилакториях. Соответственно, руководство пошло на затраты для оборудования данной соляной комнаты. Все это направлено для сохранения жизни и здоровья людей. Кроме того, у каждого работника ТАИФНК есть возможность в свободное от работы время воспользоваться массажной кроватью Nouga Best, действия которой направлены на устранение проблем со спиной и поясницей, а также в качестве успокоительных процедур попить фиточай в баре. Регулярно проводится контроль и за условиями труда работников. Специалисты санитарно-промышленной лаборатории выезжают на производство и проводят замеры физфакторов, шума, вибрации, освещения, воздуха рабочей зоны. Проводится постоянная работа по контролю состояния атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия, состав источных вод, загрязнение атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла. В 2017 году была проведена специальная оценка условий труда рабочих мест. Статистика говорит о положительной динамике. По сравнению с 2016 годом число рабочих мест с вредными условиями сократилось на 11,6%. При этом количество рабочих мест с допустимыми условиями увеличилось на 40%. Каждый понедельник на телеканале «Новый век» предприятия-лидеры. Финансовые технологии, которые приносят успех. Ведущие отрасли экономики Татарстана. И люди, которые знают свое дело. Как работает реальная экономика? По понедельникам в 22.10. Персонал – главная ценность компании Тайфенка и залог ее успешного развития. Еще немного статистики. На сегодняшний день в компании работает порядка 4 тысяч человек. Из них 48% в возрасте до 35 лет. Средний возраст специалистов составляет 38 лет. Сотрудники Тайфенка периодически повышают уровень своей квалификации в соответствии с изменяющимися производственными и социальными условиями. Комфортные условия для работы, забота о здоровье, благополучие работников и их семей – неотъемлемая часть корпоративной стратегии Тайфенка. На протяжении всей своей производственной деятельности компания проводит активную социальную политику. Обеспечение сотрудников благоустроенным жильем по доступным ценам является одним из ее важнейших элементов. Компания успешно использует механизмы софинансирования в форме выдачи целевых займов и компенсации процентных расходов по кредитам и займам, привлеченным работниками для улучшения жилищных условий. Как эти программы работают на практике, расскажем в нашем следующем сюжете. Свою трудовую деятельность на предприятии Тайфенка Рустам Сулейманов начал еще в 2011 году. Сегодня он успешно работает слесарем Кипыя. Как и любой молодой человек, Рустам мечтал о своей собственной квартире. И вот два года назад он получил жилье по программе социальной ипотеки. 58,8 квадратов, как бы двухкомнатная квартира у меня, меня это устраивает. То есть в дальнейшем для семейной жизни этого вполне хватает. Планировка в квартире очень удобная. Просторные комнаты, высокие потолки, большие окна, которые пропускают много света. Словом, есть где развернуться. Такую квартиру с чистовой отделкой Рустам получил в 47-м микрорайоне. Это новый жилой район в Нижнекамске. Здесь всегда чистый двор, оборудованы пандусы и детские площадки. Неподалеку расположен лесной массив. Также на стадии завершения строительства новой школы и детского сада. Так что в будущем водить своих детей на учебу Рустаму далеко не придется. 1 сентября будет сдаваться в эксплуатацию новая школа, новый детский сад. Здесь очень много молодых, именно молодых семей, много новорожденных, маленьких детей. И, конечно, для них это будет очень хороший подарок. Видимо, поэтому 47-й микрорайон – один из самых привлекательных и популярных в столице нефтехимии. Сюда уже заселились 311 сотрудников предприятия. Также квартиры выдают в 11-м, 31-м, 45-м и других микрорайонах Нижнекамска. В 2018 году в эксплуатации сданы новые микрорайоны. Это номер 47 и 49. 47-й микрорайон полностью уже запланированы наши квартиры, работники выбрали. В данный момент мы предоставляем жилье в 49-м микрорайон. Реализация ипотечных программ на ТАИФНК началась еще в 2005 году. За это время на воселье справились 740 семей работников. Получить жилье по программе ипотеки могут все сотрудники ТАИФНК, которые проработали на предприятии не менее года. Кроме того, у специалиста должен быть подписан бессрочный трудовой договор, а полностью расплатиться за жилье необходимо до пенсионного возраста. Условия для получения социальной ипотеки выгодны – 7% годовых. Если в банках брать ипотеку, там порядка 10-15% годовых идет, а здесь у нас идет, если я не ошибаюсь, 7%. То есть, в принципе, это устраивает. Еще одно преимущество для молодых семей – это то, что предприятие берет на себя оплату первоначального взноса, причем в размере 277 тысяч. То есть, искать средства на стороне, копить или занимать деньги у знакомых не нужно. Помощь своим сотрудникам в обретении комфортного жилья – одна из важнейших частей стратегии компании. Об этом говорят и цифры. На реализацию ипотечных программ ТАИФНК выделила более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Из них 1 миллиард 600 миллионов рублей были направлены на поддержку республиканской программы «Социальная ипотека». 102 миллиона рублей на выдачу работникам займов для оплаты первоначальных взносов. Ну и в завершение. Мы часто повторяем, чтобы хорошо работать, нужно правильно отдыхать. А что значит правильно и какой он правильный отдых? Уж точно отдых и безделие – это не одно и то же, а скорее две большие разницы. Работники компании ТАИФНК предпочитают отдых, во-первых, активный, во-вторых, лучше на лоне природы, в-третьих, лучше, чтобы это был отдых со всей семьей. Тем более, что компания все эти пожелания своих сотрудников может удовлетворить в полной мере. Отдыхать нужно уметь и отдыхать лучше с пользой. В чем в чем об этом вопросе взрослым порой стоит поучиться у своих детей. А может быть, еще и вспомнить неплохой советский опыт, тот же опыт пионерских лагерей. Великолепная же, если вдуматься идея, когда ребята в контакте с природой, ежедневно укрепляя свое здоровье, привыкают к самостоятельности, самообслуживанию, работе в коллективе. Все это помогает развиваться и раскрываться личности. Да, пионерские лагеря канули в лету, но на смену им пришли детско-оздоровительные лагеря типа «Байтик» недалеко от Казани. В этот раз поправить свое здоровье и активно отдохнуть в нем смогли и дети сотрудников компании ТАИФНК. Для них были организованы различные мероприятия, в ходе которых ребята смогли повысить свой интеллектуальный потенциал, поделиться творческими находками и идеями, подтянуть иностранные языки и, конечно, активно и полноценно отдохнуть. Круглый год у нас здесь всегда очень весело, очень активно, очень много проходит интересного. Больше всего мы специализируемся, конечно, на новых информационных технологиях, на робототехнике. Но при всем при этом, конечно, есть много других программ, которые тоже очень интересуют ребят, и в том числе тех, которые очень увлекаются компьютерными технологиями. Это и театральное искусство, и архитектура, иностранные языки. Каждое лето – это самая волнующая пора, потому что лагерь уже максимально заполнен. Ребята приезжают уже на 18 дней к нам в лагерь, и, конечно, это очень ответственно. Поэтому каждый раз перед началом летнего сезона идет очень большая подготовка, и появляются какие-то новые требования. Божьего надзора, Роспотребного надзора мы стараемся укреплять безопасность нашего лагеря. Известный факт – при правильно организованной деятельности детский оздоровительный лагерь создает условия для досуга всем ребятам. Так и дети сотрудников компании ТАИФНК в Байтике нашли занятия по интересам. Кому-то было интересно поучаствовать в международных экономических играх. Часть ребят активно занималась разговорным английским. Кто-то проявил себя в творческом деле, а кому-то по душе были занятия спортом. Главное – никому не было скучно. Все с удовольствием провели время. Вот сегодняшний день показывает, как раз ребята уезжают домой, и сам вид этих детей, как они уезжают, с каким настроением, как благодарят своих вожатых, уже говорит о том, что они отдохнули прекрасно. Детские оздоровительные лагеря и санатории-профилактории – наследие советского еще периода. Но это как раз тот случай, когда отличный опыт прошлого может и должен работать в новых реалиях. Тем более в Татарстане многие такие учреждения в строю, модернизированы и могут послужить на пользу людям. Работник Нижнекамского НПЗ компании ТАИФНК Сергей Охрий свой отпуск привык проводить в санатории Васильевский. Говорит, такой отдых позволяет ему решить сразу несколько задач – пройти курс лечения, полноценно и продуктивно провести время, снять груз производственных проблем, накопившихся за год. Такой отпуск всегда долгожданный и приятный еще и потому, что работодатель Сергея – компания ТАИФНК – покрывает 70% его затрат на приобретение путевки. Ну вот здесь, конечно, прекрасный воздух, прекрасные настроения, прекрасные, потому что я уже получил лечение. У меня уже осталось-то всего два дня, почти уже прошел все курсы. Здесь бассейн хороший, спасибо общепиту, то есть у нас ресторан хороший, выбор продуктов очень большой. Сабанту – еще один приятный повод для совместного отдыха сотрудников компании ТАИФНК. То, что ваши высокие показатели и то, что вы уделяете в социальной сфере большое внимание, за это спасибо огромное руководству. И ваша площадка – одна из лучших на Сабантуйской, вот здесь у нас в Нижикамске. Мы гордимся, что у нас есть такое производство ТАИФНК. Не могли обойти таифовцы самые главные события этих дней – чемпионат мира по футболу. С первых шагов гостей площадки встречались живые фигуры футболистов. Но не только посмотреть, но и собственными руками изготовить памятный сувенир из олова. Такую возможность дает подворье мастеров. А на сцене поднимали настроение казанские артисты. Я каждый год прихожу на эту площадку ТАИФНК, они молодцы, вообще все отлично всегда делают, прям красота. Очень вкусный шашлык, хорошие люди, все красивые и добрые. Основная праздничная программа развернулась на главном городском Майдане. Открылась она театральным представлением, где была показана история и культура татарского народа. А затем традиционный концерт, конкурсы, соревнования батыров. Я побывал во многих Савантуях, и в Америке, в Ажингтоне, Нью-Йорке, в Истамбуре. Везде Савантуй проводят, и в регионах Российской Федерации. Но Нижекамский Савантуй, по-моему, самый красивый Савантуй. Савантуй не обходится без традиционного награждения виновников праздника – батыров весеннего сева. Свои награды получили победители в состязаниях и конкурсах. А хорошее настроение и массу впечатлений унесли с собой все гости праздника. Это все на сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин